Добрый день, друзья! Привет всем! Поставьте плюсики, как нас слышно. Мы рады приветствовать вас сегодня в 15.00 по Москве на семинаре «Как не делать заказы от 150 баллов». И с вами сегодня Михаил Булавцев и Лилия Донского. Привет, ребят! Спасибо за обратную связь. И мы хотим акцентировать внимание на роликах, которые сейчас были у нас перед семинаром. Особенно увидели их те, кто пришел вовремя, кто приходит до начала семинара, а не уже в начале первой минуты. И по роликам вы могли увидеть, насколько легко люди совершают те или иные трюки, как люди активно живут, какими хобби занимаются, то есть увлечения их. Насколько легко люди могут совершать все различные действия. Так и в нашем бизнесе мы легко должны совершать те или иные действия, которые приведут нас с каждым каталогом, конечно же, к успеху, к результату. К новому результату. Супер! Ну что, готовы сегодня поработать, ребят? Мы сделали такой вызов в тему, как не делать заказы от 150 баллов, потому что мы не умеем это делать. Да, у нас не получается никак делать заказы меньше 150 баллов. Меньше 500 даже, так скажем. И сегодня будем с вами делиться этой информацией. Сейчас, на минуточку. Данный семинар у нас предназначен и ориентирован не на продажи, а на создание личного товара оборота в 150 баллов, так как 150 баллов у нас является гарантом получения всех премий, вознаграждений, зарплат, бонусов и так далее. То есть, даже на уровне директора, старшего менеджера, там, менеджера 18%, неважно, какой уровень вы возьмете, вы не получите зарплату, пока не совершите личный заказ 150 баллов. Поэтому мы вас учим именно вот этому. Итак, ребята, скажите, а что для вас значит 150 баллов? Кто делает это легко? У кого пока это в главе не укладывается? Да, а кто думает, что это очень много и сложно, что это нереально сделать 150 баллов? И кто думает еще и таким образом, я никогда столько помадок не куплю? Так, сейчас легко. Давайте все, пожалуйста, поделите, особенно новички. Вот как вы считаете, 150 баллов, что это? По деньгам примерно это составляет сумма по ценам каталога около 7 тысяч примерно. По нашим ценам зарегистрированных консультантов это 6 тысяч рублей. Поменьше. Ну, может поменьше, да. Поменьше. Даша пишет у нас легко сейчас, а раньше, Даша? Да, с чего все начиналось? Да, ребят, на самом деле в начале это действительно кажется очень сложно и нереально. Но вот как мы видим по сообщениям нашей аудитории, для кого-то легко, для кого-то пока еще сложно. И давайте разберемся на семинаре, что значит 150 баллов, как их сделать и все же для чего они нам нужны. Ну, вот смотрите, ребят, на самом деле, да, вы совсем скоро будете отвечать таким образом. 150 баллов, да это ерунда, это всего лишь заказ примерно на 6-7 тысяч из каталога. Это легко, я собираю такие заказы в течение трех недель. Это значит, что я себе покупаю все из каталога, и у меня появилось 5-10 человек, клиентская база, которые выбирают себе продукцию, каждый каталог примерно на 500 рублей. Недавно от своего партнера, подруги Оля Бальмасовой, услышал, как она сказала, если раньше она не знала, как совершить заказ на 100 баллов, то теперь она не знает, как в каталоге совершить заказ менее 500 баллов. Да, на самом деле, все приходит со временем. И здорово, что Миша вначале поставил такие ролики, он показал, да, что у людей есть суперсверхвозможности, но чтобы эти возможности стали такими вот легкими на вид, человек работал огромное количество часов. Я, кстати, читала книгу, прям вот вчера читала такую информацию, чтобы человеку стать в каком-то направлении, в каком-то виде деятельности уникальным, да, мастером, чтобы им начали восхищаться, требуется 10 тысяч часов. То есть есть такая даже статистика, люди собирают такую статистику. Поэтому, если у вас не получается собирать заказы сначала, ребят, даже не парьтесь, потому что вначале вам это не нужно, от вас никто не будет требовать, чтобы вы делали такие заказы. Нет в этом необходимости. А вот когда у вас уже будет команда и уже товарообороты начнут формироваться, то это необходимо будет делать, потому что иначе вы будете терять выгоды. Что это у нас со сладом? Ну, немножко разъехался. Было нормально. Сейчас Лиля говорила про то, что 150 баллов можно делать не сначала, а потом уже, когда у вас будет командный групповой товарооборот, но совершая личные заказы на 150 баллов с самого начала, вы с самого начала видите все выгоды, премии, все возможности с компанией Reflame и можете уже доносить своей команде. Команда вас будет дублицировать и, соответственно, если вы радостно и хвалитесь новым премиум с скидкой зарплаты от компании Reflame с самого начала вашего сотрудничества, то, соответственно, команда вас будет также дублицировать. Да, и продолжу Мишину мысль, что посчитайте, если в вашей команде 50 человек, которые делают заказы потребительские на 30 баллов, сколько это будет? Полторы тысячи. Полторы тысячи баллов. Точно? А если 50 человек делают по 150 баллов? 7500 баллов. То есть вы директор. Если у вас команда делает полторы тысячи баллов, то вы всего лишь менеджер 9%, а если 7500, то вы директор. Ребята, из этого, соответственно, разные совершенно выплаты. Вот смотрите, здесь пример. То, что новичок, который делает 150 баллов и выше, получает премьер-клубский сразу премию. То есть она составляет, ну, у всех разное, от 700 рублей до 900 рублей примерно. Да, и когда вы делаете повторно два раза подряд заказы на 150 баллов, то вам добавляется еще скидка 50% на любой продукт. Это очень выгодно. Можете выбрать продукцию Wellness, парфюм, сумки, все что угодно, кроме наборов. И чтобы продукция была представлена в Каталонии. Это первая выгода премьер-клуба. Идем дальше. Как вы работаете? Смотрите, у нас есть конкретная схема продвижения продукции. Сейчас поговорим о том, если у вас не получается лично для себя совершить заказ на 150 баллов, то необходимо, естественно, искать людей, которые вам в этом помогут. Например, наша семья активно пользуется продукцией компании Reflame. У нас все полки, на всех полках, где бы там не было, только продукция компании Reflame. У Лили, у дочки Леры длинные волосы. Это визитная карточка их, соответственно, уход за волосами требуется более такой тщательный. Продукцию Wellness мы пьем ежедневно, ежемесячно, ежекаталожно. У нас 150 баллов как минимум уходит только на нашу семью, то есть личное потребление. Только на Wellness у нас уходит. Только на Wellness, да. Поэтому, если у вас нет проблем с совершением заказа, 150 баллов для себя отлично. Есть, если у вас проблемы, значит, смотрим дальше семинар, записываем, как найти партнеров, клиентов, как совершить данный личный заказ. Нужно подготовиться, ребят, смотрите, нужны специальные инструменты. Однозначно это каталоги. То есть мы сейчас говорим о работе с реальными людьми, то есть не в интернете, а конкретно вот с вашими знакомыми. То есть нужен будет каталог, визиточки, пробники. Подготовим внешний вид, текст обращения к людям. И дальше мы раздаем каталоги и собираем каталоги. Сейчас поподробнее обо всем проговорим. То есть сначала готовим инструменты. На каталогах нужно сделать надписи, чтобы они были именные. И сделать закладочки на самых интересных страничках. Чтобы вы уже конкретно знали в каталоге, не листали его судорожно в поисках какой-то продукции. А вот наметьте пять продуктов классных, самых любимых, чтобы они были в этом каталоге с большой скидкой. Желательно, чтобы это была новинка, потому что люди очень любят новиночки. И если вам встретится человек, который уже раньше пробовал Арифлейм, то естественно новинка его еще больше заинтересует. Визиточки. Их можно заказать просто в компании Арифлейм. Они есть в бизнес-аксессуарах. И я вам сейчас код визитчик скажу. Вы себе запишите. Просто их выпишите себе. 516-296. 516-296. Стоимость их по-моему 49 рублей. Там придет вам 50 визиток. Вы их можете от руки просто подписать. Пока, допустим, нет возможности заказать визитки. Просто от руки подписывайте. Цена практически 1 рубль 1 штука. Если вы посмотрите стоимость визиток заказанных, то они будут еще дороже. Поэтому очень выгодное предложение. Примерно 3 рубля штука самых дешевеньких визиток. Да, да, да. А здесь фирменные визитки. Компания Арифлейм. Вы вписываете только туда свое фио и контактные данные. Вы знаете, я сначала как бы стеснялась. Думаю, ой, визитки какие-то руками пишу. Наверное, это не круто. А знаете, я последний раз, когда работала с визитками, с такими, раздавала людям. Я говорю, ручная работа, сама подписала. Все такие, ой, как классно, какая красивая визитка. Да, визитки очень красивые, классные. Дальше. Вам нужны будут пакетики, когда вы будете принимать заказы. Ребят, запишите код пакетиков 527 015. Это пакетики. Стоимость за 10 штук 20 рублей, по-моему. Ну, 19 или 20, примерно такая, невысокая стоимость. Так, двигаемся дальше. Вот смотрите, вы когда выписываете набор пробников, там приходит целая сумка. Огромное количество тестеров и помад, и парфюмов. Код набора 96 006. Правильно? Это пробники. Что я рекомендую делать? Ребят, не тащите с собой все пробники. Берите с собой только те, особенно парфюмы, которые представлены в каталоге. И помады. Лучше брать те серии, которые идут со скидками. То, что можно прям реально показать, какой он в каталоге. Тогда человек, выбрав себе парфюм, он его сразу закажет. Ему не надо будет ждать, когда будет скидка. Потому что люди охотнее заказывают те продукты, которые по выгодным ценам. Набор пробников для новичков в течение 21 дня стоит всего 449 рублей. Если вы не уложитесь 21 день, потом где-то рублей на 150 подороже. Примерно. Не помню точную сумму. Далее. Внешний вид. Ребят, вы знаете, просто когда вы соберетесь в сети к клиентам, даже если это ваш родственник. Ребят, не имеет значения. Вы теперь не просто Алифтина Рубцова, Александр Петрик или Виктор. Ребят, вы теперь лицо компании Арифлейм. Вы представители шведского бренда. Поэтому вам нужно обязательно, обязательно нужно выглядеть классно. То есть это чистенький, опрятный внешний вид. Если девушка, то это однозначно макияж, прическа, маникюр. И выходя из дома, посмотрите на себя в зеркало. Вы бы захотели сделать заказ, покупочку у такого консультанта. То есть вы сами себе должны в первую очередь понравиться. Понятно, ребят? Принимаете? Вы лицо международной компании, представитель компании, которая работает на 66 странах мира. Поэтому стоит себя тоже преподнести в самом лучшем виде. Далее. Как работает схема продвижения продукта? Обязательно нужно составить план, где вы будете раздавать каталоги. Вот смотрите. Вы выбираете или работу со списком знакомых, или работу с незнакомыми людьми. Как мы делаем? Мы с Мишей очень любим холодный рынок. То есть второй пункт. Мы всех любим. Да, мы всех любим, но особенно холодный. То есть мы не пропускаем ни одну дверь. То есть мы заходим, если мы идем, например, по одной стороне улицы, мы заходим во все офисы, магазины, неважно что это. Неважно, это юридическая контора или магазин. Все, ребят, мы заходим просто в каждую дверь. Буквально стоит нам погулять час-полтора. Мы раздаем за это время 30-40 каталогов. То есть очень быстро все это делается, всегда с улыбкой. И уже через день, через два мы идем так же уже чуть больше, полтора-два часа уделяем этому моменту. Собираем все каталоги, собираем заказы. И все. На этом получается работа с совершением личного заказа на 150 баллов окончена. То есть да, реально это очень просто. Теперь смотрите, какая статистика. Вот если вы пройдете по своим родственникам, по друзьям, по близким, да, вот первая графа знакомая, то из 10 человек закажет 8. Но у вас на каждого уйдет примерно 30 минут. Потому что надо будет чай попить, поболтать, посидеть. Может и больше, а 30 минут. Опять же, это время на дорогу. Кто-то живет у вас в одном конце города, кто-то в другом. Вот, если мы работаем с незнакомыми, да, и мы также раздаем 10 каталогов, у нас на это уйдет 15 минут максимум, да, если в каждую дверь заходить, то сделают заказ 1-2 человека. То есть это железобетонная статистика. Раздаем минут 15, собираем час, потому что мы стараемся еще со всеми поболтать, наладить контакт. То есть цель первого показа каталогов ни в коем случае не принять заказ, ребят. Наладить контакт, просто подружиться. Если вы с человеком подружитесь, произведете на него хорошее впечатление, заказы будут потом обязательно. Самое главное, если вам люди не заказали, смотрите, что нужно делать. Все равно продолжать приносить каталоги. Приносить следующий, следующий, следующий. Они, может, на шестой раз начнут заказывать. Так, как что говорим и как налаживаем контакт, мы сейчас с вами поговорим. Хотел бы добавить, что первая наша задача, основная, как Лиля уже сказала, не продать там какой-то либо продукт, а подружиться с человеком и продать себя как бренд. Поэтому важен внешний вид, улыбка, отличное настроение. Очень важен какой-то акцент, чтобы вас запомнили. Я, например, в поход по клиентам все время плету свои косы фирменные. Меня сразу запоминают, людям интересно, что это такое. Вы каждый свою фишку придумывают. Кто-то красные губы, мальчики могут одеть какой-то шикарный галстук, яркий, запоминающийся. Что-то должно быть в вас, чтобы вас запомнили. Чтобы когда вы в следующий раз пришли, то они вас точно связали с консультантом Арифлейм. Чтобы вы не просто опять первый раз зашли, чтобы вас сразу вспомнили. Смотрите, как мы раздаем каталоги. Я захожу и делаю два приветствия. Здравствуйте! Добрый день! Почему это надо делать? Ребята, не спрашивайте. Просто делайте два приветствия. Вы увидите, реакция будет немножко другая. Заходите. Здравствуйте! Добрый день! Вы увидите, ответ будет, да, реакция намного лучше. И я тут же протягиваю каталог и говорю. Для вас бесплатная курьерская доставка модного каталога Арифлейм. Меня зовут Лилия. Заберу каталог через два дня. Или, если я знаю уже конкретно, что в пятницу. Я заберу каталог в пятницу. Если успеете посмотреть, заказывать не обязательно. Или покупать не обязательно. И когда уже записываю имя человека, да, я беру обязательно контакт, спрашиваю, как вас зовут и будете ли вы в пятницу работать. Выясняю. Потом говорю, отлично, я зайду за заказом через два дня. Ребята, вы знаете, сначала я сказала, обратите внимание, покупать не обязательно. А потом как бы ненавязчиво. Отлично, я зайду за заказом через два дня. Ребята, человек может не заметить это слово, но на подкорке оно у него отложится. И он будет ждать меня в пятницу с заказом. Не всех, конечно, это затрагивает. Но в большинстве случаев люди именно так понимают эту информацию, как есть. И они стараются подготовить какой-то заказ. Записали фразу? Ребята, если каталоги не берут, а человек понравился, то есть вы видите, что там коллектив большой, да, женщин много, то каталог надо оставить по-любому. Прямо по-любому оставить на два дня. Я говорю, будьте добры, помогите мне. Я должна отчитаться, что всем доставила каталог в этом районе. У нас идет акция, каталог в каждый офис, в каждой руки. Можно он просто у вас полежит до пятницы? Я зайду, заберу. Можете его даже не открывать. И при этом просто улыбаюсь. Вы знаете, еще мне ни разу никто не отказал. И знаете, что самое интересное? Мы с Мишей заметили, что кто больше всех отказывается в начале, а потом именно они почему-то и делают заказы. И переходит уже в раздел постоянных клиентов. А знаете, наверное, почему это? Наверное, чисто психологически люди очень любят помогать. То есть для себя не сделаю, а кому-то помочь, последнюю рубашку отдам. И, наверное, из-за этого, что он мне помог, он мне друг, я говорю, ой, спасибо большое, выручили. Просто тем самым мы располагаем к себе людей. Показываем им их значимость, что они помогают нам в совершении такого большого дела. Потом мы собираем каталоги в намеченный день. Ребят, вы должны быть пунктуальны. И если обещали прийти в пятницу, то обязательно идете в пятницу. Ребят, не в субботу, не в четверг. Пообещали в пятницу, значит, будьте вовремя. Эта педантичность, она вам сыграет на руку. Заходим. Опять, здравствуйте, добрый день. Меня зовут Лилия, я вам оставляла каталог Арифлейм. Успели посмотреть? Да, человек мне отвечает. Далее он достает каталог и говорит, что-то пытается сказать. Я говорю, что вы себе выбрали? На что обратили внимание? Ребят, вот эти волшебные фразы, вы посмотрите, здесь ни слова нет такого, который ассоциируется с тратами. Чем хотите себя побаловать? Потому что если вы скажете, что вы хотите себе купить, то человек сразу, у него подсознание испугается. Потому что это расставание с деньгами никому не нравится. Это чисто просто психологический травма для человека, слышать такое слово, что надо тратить деньги. Поэтому мы просто спрашиваем, чем вы хотите себя побаловать? Это совсем другое восприятие. Человек уже такой, чем я хочу себя побаловать? Особенно женщины, конечно, это просто мы фантастические существа, которые обожают себя баловать. И надо женщин спровоцировать, чтобы они себя чем-то побаловали. Если человек говорит, да я ничего не выбрала, смотрите по ситуации. Можно просто демонстративно берем каталог, говорим, так, каталог в сторону, переходим к тестированию ароматов. Какие вы любите? Цветочные, восточные, свеженькие, сладенькие. То есть мы выясняем, какой он любит аромат. Дома знакомимся с ароматами заранее. Как это сделать, я вам сейчас научу. Вот вам придет целая куча огромных пробников. Вы их сначала делите. Отдельно женские, отдельно мужские. Женские берете в день два пробника. Один наносите на одну руку, где пульсовые точки, где венки проходят, на запястье. Другой на другую. Мальчики делают то же самое. Вы должны изучить женские ароматы, чтобы в них разбираться. И ходите в течение дня и нюхаете. Ну, мальчики по желанию, конечно. В течение дня и нюхайте одну руку и другую. Вы должны поносить этот аромат как одежду. То есть примерить его, прочувствовать, какой он, как он раскрывается. Потому что с каждого время проходит, аромат меняется. Он становится то... Сначала он очень яркий, выраженный, резкий. Потом он становится совсем другим, раскрывается. Вы должны в них ориентироваться. И вы поделите их, эти цветочные, эти восточные, эти сладкие, эти свежие. Уже сами будете в них прекрасно разбираться. Далее. Вы должны хорошо знать акции каталога. И вы должны сказать, а вы обратили внимание, какое тут предложение? Какая акция? Открываете страничку и разъясняете акцию. В каждом каталоге что-то интересное, ребят. Вы должны просто изучить каталог. Особенно в такие моменты, когда человек интересуется у вас каким-либо акционным продуктом, важно задать вопрос. Вам какое количество? Два или три заказать? Соответственно, уже речь идет не об одном продукте. Два или три. Вот. Еще такую фишку скажу. Сейчас в каталоге идет потрясающий набор мечты. Новая мечта называется. Состоит из пяти продуктов. В самом конце посмотрите страничка, последняя каталога. Цена потрясающая. 399 рублей за пять продуктов. Конечно, надо обратить внимание на эту страничку. И что важно сделать, ребят. Там идет акция. Разместите заказ на 1190 рублей. И тогда вы набор возьмете с такой скидкой. Как я обычно использую эту акцию? Человек показывает, говорит, вау. Я говорю, хотите такой набор? Да. Я говорю, смотрите, чтобы такой набор выписать, вам нужно всего лишь на 1190 рублей сделать заказ. И смотрю на реакцию. Если человек округляет глаза, говорит, ооо, нет. Я говорю, да, естественно, для вас, для одной это может быть сложно. Но вокруг вас посмотрите, сколько здесь женщин. Вы же их хорошо знаете. Они вас тоже знают. Попросите у них помощи. Может быть, каждый кто-то помаду за 100 рублей возьмет, кто-то карандаш, кто-то духи, кто-то шампунь. Соберите суммарный заказ со всех. Может быть, себе что-то выпишите. И возьмете корзину со скидкой. Круто. Они говорят, ха, прикольно, надо попробовать. То есть, ребят, мы должны людям подкидывать идеи. Потому что они сами могут до этого не догадаться. Это, ребят, понятно? Вот, многие сейчас вот спрашивали, как же нам сделать эти общения с человеком, да? То есть, о чем говорить, как говорить. Ребят, самый лучший прием... Сейчас, электричка стоит. 15 часов 30 минут. Самый лучший прием, ребят, это комплимент. Понимаете, если вы заходите к женщине или там в кабинет, и вам, например, в ней, во внешности ничего не нравится. Вот вы не знаете, то есть, льстить нельзя. Потому что, если вы говорите что-то неискренне, это сразу считывается. Но если вы зайдете и скажете, какой же у вас уютный офис. Я когда к вам захожу, мне так и хочется здесь остаться. Или какие у вас потрясающие цветы. Кто этим занимается? Или как у вас всегда вкусно, да? Какой у вас всегда вкусный хлеб и выпечка? То есть, вы всегда должны найти что-то или в человеке, или в обстановке, что-то позитивное и сделать комплимент. Ребят, без комплиментов никуда вообще. И чем больше вы делаете комплиментов женщинам, тем они вас больше будут ждать. Поверьте мне. Ты все? Ну, ты уж меня перебил, говори. Ну, я хочу следующий слайд озвучить. Немного съехал, не знаю, к чему так произошло. Но, друзья, хотим предоставить вам, вашему вниманию, отчет наших личных заказов. Как раз тем самым способом. И личные заказы, то, что мы покупаем себе. И тот способ, который сейчас мы вам рассказываем. То есть, поход по холодному рынку, по друзьям. То есть, мы пробуем все варианты. Работаем всеми инструментами для того, чтобы вам уже предоставить полностью отчет, полностью рассказ о том, как работать теми или иными методами. И вот, посмотрите на статистику. 17-й каталог новогодний. Наш личный заказ 801 балл. Первый каталог январский, когда у нас путешествия в семье были. 487 баллов. То есть, почти не работали. Да, почти не работали. И учитывая то, что после Нового года вся страна отдыхает без денег практически, потому что все спустили на еду и на выпивку перед Новым годом. Второй каталог 766. И третий каталог, здесь плохо видно, 1044 балла. Это наш личный заказ вдвоем с Мишей. Не напрягаясь. Вот именно уделяя просто времени, по минимуму. Где-то два раза в неделю мы выходим на общение с людьми. Дальше двух кварталов от дома мы не отходим вообще. То есть, да? Есть вопросы, ребят, на сейчас? И еще раз хочу акцентировать внимание. 150 баллов вам придется делать не сегодня, так в следующем через каталог, через два каталога. Если вы хотите работать, зарабатывать в данном проекте с компанией Арифлейм, 150 баллов это единственное важное, нужное условие для того, чтобы получать зарплату. Поэтому научиться этому интересно, конечно же, и выгодно прямо сейчас. Вот, наш мозг, он так устроен, вот знаете, первое, да, когда мы говорим ему что-то, съешь слона, мозг сразу такой говорит, нет, это нереально, я слона никогда не съем. Ребят, ну смотрите, а если разделить слона на кусочки, то человек скажет, да, конечно, я его съем. Поэтому мы 150 баллов тоже делим на кусочки. У нас в каталоге три недели. Берем первую неделю, у нас получается 50 баллов, всего лишь 10 баллов в день. Ребят, реально, 10 баллов это примерно на 400 рублей заказ. То есть ездить к одной подружке, к крестной, к дяде, поговорить с тетей, к сестре, к кому-то, кому угодно, к бывшей учительнице, к соседке зайти, чайку попить и потрындеть с ней по поводу продукции, полистать с ней каталог, пошуршать пробниками. Ребят, абсолютно реально. Вторая неделя тоже самое, третья и так далее. То есть всё суммарно, 150 баллов, при этом не напрягаясь. Понятно? В следующем каталоге данные люди уже будут сами вам звонить, писать, чтобы вы принесли каталог, совершить вам заказ. Да, смотри, ты зашла к человеку, сделай сразу комплимент. Зачем ждать, когда он откажется? Он, может быть, хотел отказаться, но после того, как ты его засыпала комплиментами, расположила к себе, ты такая позитивная, красивая. Он, конечно же, не будет уже париться, что не надо заказывать. Он закажет по-любому, чтобы ты ещё пришла. Или скажет, ой, Дашенька, вы знаете, сейчас я не могу ничего заказать, у меня денег нет, я кредит оплатила. А вы можете мне следующий каталог принести? Я обязательно что-то себе выберу. Понимаете, ребят, не скупитесь на комплименты. Вот сегодня мы с вами обсудили только тему, как работать с клиентами не через интернет. В следующий раз мы поговорим с вами уже, скорее всего, это будет четверг, мы поговорим с вами о том, как работать с клиентами по интернету, то есть как набрать себе клиентскую базу, используя интернет-технологии. А сейчас пишите, какие есть вопросы, может быть, что-то непонятно, может быть, какие-то ещё хотите получить фишки дополнительные. Важно, чтобы все друзья, все родственники в вашем окружении знали о том, что вы являетесь независимым консультантом компании Reflame. То есть вы работаете, сотрудничаете с Reflame, что у вас можно заказать любую продукцию компании Reflame. И поэтому они будут уже в скором времени сами вам звонить, и сами заказывать, сами просить каталог. Да, это так и будет. Как, например, в прошлом каталоге у Лилии сестра совершила заказ на 12,5 тысяч рублей. В баллах даже, не знаю, не считали. 200 баллов в парке примерно. 200 с небольшим, да. Просто сестра позвонила, сказала, что ей нужно. Сама позвонила. Вот какие ещё фишечки я вам пока расскажу. Если вы вопросы пишете, это очень хорошо. Я люблю, когда есть вопросы. Вот смотрите, сделали вам заказ. Ну, маленький, там небольшой заказик. Ребят, обязательно нужно что-то положить в подарок. Или пробничек какой-то. Я рекомендую, вот кто в премьер-клубе, у нас есть специальный каталог. Там всё время какие-то есть предложения хорошие. Пробники с большими скидками. Для крема для лица. Сейчас идёт маска потрясающая для лица. Там набор из двух пакетиков, которые можно разделить. Стоит всего 23 рубля. То есть по 11,50 на один подарок выходит. Важно своих клиентов баловать. Баловать не скидками на продукцию, а именно подарками. То же самое мыло, допустим, за заказ, допустим, на 1000 рублей вы хотите подарить мыло. Что можно подарить вместо мыла? Скидку 50 рублей. Ну, мыло стоит у нас даже чуть меньше. 50 рублей человек забудет сразу же, моментально, как вы только от него ушли. Всё, про 50 рублей он даже не вспомнит о том, что вы сделали ему скидку. Если вы подарите ему мыло, он будет помнить, моя руки, пользуясь этим мылом ещё очень долгое время. Ну, как минимум 2 недели кусочку не угодно. В зависимости от количества людей в семье. А может быть и несколько месяцев. И что очень важно, ребят, когда вы получаете продукцию, я всё раскладываю по пакетикам, пишу чеки, подписываю. Только код чековой книжки я не помню, но тоже можно в бизнес-аксессуарах найти. То есть в разделе поддержка продаж на сайте бизнес-аксессуары найдите и там посмотрите. Много полезных есть материалечков. Обязательно я несу с собой кучу пакетиков и иду к самым таким вот клиентам сначала, которые мало заказали. И они такие, а что это? Я говорю, да это вот заказы. И можно ещё позиционировать себя, именно так называть, как я всегда делаю. Я сегодня в роли Деда Мороза хожу, всем подарки раздаю. Именно когда вот такое огромное количество в начале пакетов, заказов. И, конечно же, люди сразу улыбаются, смеются и, соответственно, располагаю их к общению. Да, Миша, молодец. Ребят, очень важно вызвать улыбку. То есть если вы что-то сможете сделать такое, что человека развеселите, он улыбнётся, то это вам плюсик в карму. Вот, и смотрите, сейчас прям историю расскажу. У меня тут одна клиентка есть, она заказала какое-то прям вот, по-моему, смягчающее средство. Одно. Я его в пакетик ей положила и пошла к ней первой, и с собой тащу целую кучу пакетиков. Она, ой, а что это? Я говорю, это заказы других тоже девочек, вот здесь, ну, соседние магазинчики. Она, а можно посмотреть? Я говорю, да давайте посмотрим. Я стала ей показывать, что в пакетиках лежит. Ребят, в результате она у меня заказала и пену, и помаду, и для рук крем. Там, короче, вот всё, что она увидела у других, она подержала в руках, посмотрела, какое это всё большое, красивое, как пахнет. И она говорит, ой, и мне вот это, вот это, и вот это всё закажи. То есть это тоже сыграло на руку. Я так поняла теперь эту фишку, что надо сначала идти к тем, кто маленькие заказики сделал, чтобы их подразнить, и тогда они сделают ещё больше заказов. Ну, вот мы вопросов не видим от вас, значит, мы очень классно всё рассказали. У меня к вам вопрос. Ребят, кто вот сейчас, слушая нас, принял для себя решение пойти попробовать поработать с своими знакомыми, или даже с незнакомыми людьми, попробовать свои силы вот именно собрать свою клиентскую базу? Ждём от вас в чатах в скором времени отчётов по вашим походам, по вашим результатам работы с родственниками, с холодным рынком. Да, делитесь, пожалуйста, потому что это очень важно. Или у вас, например, что-то будет не получаться. Вы тогда тоже пишите к нам в чатах, в личку пишите. Сейчас наш скайп напишу. Напишу. Ой, фишек на самом деле очень много, ребят. Вот, ну, как бы всё сразу не вспомнишь. Посмотрите, тренинг у меня есть, как он называется, продажи, по-моему, организация продаж. Мы сейчас ролик найдём, скинем, по чатам раскидаем. Потому что там я очень много фишек даю, там вплоть всё, как встать нужно, в какое ухо говорить и так далее. То есть там очень подробно именно техники продаж описаны. Так. Да, и каталог должен сжечь руки. То есть если вы принесли домой каталоги, это очень плохо. Он должен всё время быть у клиентов. И не оставлять больше, чем на 2-3 дня. Потому что иначе потом энергетика теряется, человек уже забывает, что он хотел. И остаётесь без заказа. Поэтому лучше сразу отдали, в пятницу забрали. Даже если не посмотрел, говоришь, я не могу больше оставить, давай вместе смотреть. И всё. Всё, спасибо вам огромное. Вы просто супер молодцы. Мегановские. Фишек полно. Применяйте. Саш, ждём от тебя тоже отчёта. Потому что я знаю, что 50 баллов ты уже легко делаешь. Я думаю, что ещё чуть-чуть и будет 150. Всем успехов. Ждём от вас ваших отчётов. И желаем вам огромных заказов. Совершения личного товарооборота 150. И как результат ваших премий и зарплат. Супер. Спасибо. Пока-пока. Пока-пока. До встречи. Сейчас ролик вам прикольный поставим. Не расходитесь.